Несмотря на ненастную погоду, 9 мая на центральной площади Кургана собрались тысячи горожан. Зрителям продемонстрировали современную боевую технику. Также было подготовлено театрализованное представление с участием творческих коллективов областного центра. В параде приняли участие представители правоохранительных органов, военных ведомств, курсанты Курганского пограничного института, кадеты городских школ. Торжественно по центральной площади прошел грандиозный марш зауральцев с фотографиями героев. Первые лица региона поблагодарили ветеранов и поздравили жителей области с Днем Победы. Вечная память этим защитникам Отечества. Вечная память всем тем, кто не дожил до сегодняшнего дня. Уважаемые ветераны войны, уважаемые друженики, вечная вам слава, низкий поклон за ту победу, которую вы принесли для нашей Родины. Спасибо вам за то, что мы живем в свободной стране. Огромное вам спасибо за все то, что вы сделали. Здоровья всем, мира, добра, благополучия. Курганцы защищали Москву и Сталинград, участвовали в сражении на Курской дуге, били врага на обере и лицули, салютовали победе в Берлине. Не все вернулись к мирной жизни. Многие сложили свои головы и нашли последний приют в далеке от родных мест. Именно поэтому ежегодно в День Победы мы с благодарностью и душевным волнением приходим к вечному огню, к мемориальным плитам, на которых вытечены имена курганцев. Зауральцы не побоялись проливного дождя и с радостью и гордостью пришли на Парад Победы. Я всех ветеранов поздравляю с Великой Победой. Нынче 70 лет исполнилось с этого дня, когда наши деды, прадеды победили. И в этом году я специально пришел на Парад и участвую в Параде, в открытии. Несем вот такие аростаты. Конечно, мы очень замерзли, но ради своих дедов и прадедов нам не жалко замерзнуть. В этот знаменательный день хочется поздравить всех зауральцев, особенно ветеранов, тружеников тыла, пожелать им самое главное здоровья, побольше внимания со стороны окружающих подрастающих поколений. Но Парад – это сегодня испытание получается нас всех. Нашим прадедам не такое приходилось испытывать, и поэтому мы рады. Для ветеранов и жителей города, которые не смогли прийти, была организована прямая трансляция на сайте Курган.ру и одноименном кабельном канале. В течение первого часа в прямом эфире можно было увидеть построение бессмертного полка, интервью с его участниками, интервью с гостями студии из разных сел и городов Курганской области. Затем начался прямой эфир с площади, а в финале – поздравления первых лиц зауралия, ветеранов и горожан. Елена Швецова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру.